С детства меня интересовала проблема происхождения и исчезновения народов. Его всегда интересовала причинно-следственная связь. А почему человечество всегда делилось, делится и, по всей видимости, будет делиться на народы? Почему маленький народ вдруг неожиданно развивал огромнейшую активность и создавал великое государство, великую культуру? Почему пунические войны сделали Рим вечным городом? А коль скоро так, то из-за чего готы и вандалы легко его разрушили? Такой наивный детский вопрос. Почему? Были такие сильные государства, замечательные образования, и потом вдруг они исчезли без следа. Почему? На трибунале мне дали 10 лет, но прокурор отменил восстановление за мягкостью. Меня вызвали в Ленинград, для того, чтобы вывести новое следствие и восстилять меня. Он был приговорен к расстрелу, небольшая камера, и, как он сказал, гораздо интереснее было в этой камере сидеть и думать о том, с какой стати и что занесло Александра Македонского в Индию, нежели «что со мной будет завтра» или «сегодня вечером». Я меньше всего думал о своем деле, восстилять меня или нет. Это меня не интересовало. Меня интересовала история. Когда я лежал под лавкой, я подумал, для чего Александр Македонский шел в Среднюю Азию и в Индию. Ему там делать было совершенно нечего. Но его тянула жажда славы, которая не приносила никакой пользы для него. Но была ему довольна жизни. Вот это качество, которое я назвал пассионарность. Это слово в марте 1939 года в тюрьме проникло в мой мозг, как удар молнии. Пассионарность. От латинского «passio», что означает «страсть». Это всего-навсего классификация людей по энергетическому признаку. Мы знаем классификацию людей психологическую. Сангвиники, холерики. Мы знаем классификацию людей по умственному признаку. Есть умные, есть дураки. Есть нравственная классификация. Есть люди, у которых энергии от природы больше, чем им необходимо для нормальной жизнедеятельности. Таких людей Кумилев назвал пассионариями. Вот Чингисхан, например. Чингисхана, он выдающегося пассионария оценивает. Как выдающегося деятеля, полководца, человека, который создал первую Евразийскую империю, которая протянулась вот именно от Китайской стены до Западной Европы. Пассионарии стремятся либо к победе над врагом, либо к открытию новых стран, либо к почестям от своих сограждан, либо к накоплению, безразлично чего, денег, знаний, воспоминаний, либо к власти, обладание кое всегда влечет за собой беспокойство и огорчение. Ценность пассионария заключается в том, что пассионарий, в отличие от всех остальных, способен на сверх усилий. Эта концепция позволила мне определить, почему возникают подъемы и спады народов. Подъемы, когда количество таких людей увеличивается, спады, когда оно уменьшается. Евгений Николаевич пытался применить методы естественно-научные к познанию такой гуманитарной науки, как история. И ему это удалось. Вот его знаменитая кривая, это пора была развития этносов. Оказалось, что если мерить интенсивность исторических процессов кучностью событий, то сначала наблюдается резкий взлет, это около трехсот лет. Затем чередование подъемов и депрессий, тоже около трехсот лет. Потом ослабление жизнедеятельности, ведущее к успокоению. И, наконец, медленный упадок, прерываемый новым взлетом. И сколько бы это наблюдение мною не проверялось, так было везде, на длинных отрезках времени. Ну, скажем, есть же вот данные факты, которые говорят о том, что в то время, когда просветал сарай, столица Золотой Орды, канализации здесь, водопровод здесь, просветающие сады, это же путешественники писали об этом. Общественный туалет. В это время на улицах Парижа выливали с помоей. И тут встает вопрос, почему так? На что это явление похоже? На движение шарика, который, получив внезапный толчок, катится, сначала набирая скорость, а потом теряя ее от сопротивления среды. На взболтанную жуткость, где волнение постепенно стихает. На струну после щепка, колеблющуюся и останавливающуюся. Но обязателен ли упадок? Да, потому что наряду с пассионариями появляются субпассионарии. Им все трудно, а желание их примитивное. Это профессиональные преступники, проститутки, нищие профессиональные. Не те, кто оказался на панели из-за какого-нибудь экономического кризиса, а те, кто сам выбрал себе такой путь. То есть те, кто паразитирует на человеческом обществе. Этот процесс особенно отчетливо виден в истории Римской империи 3-4 веков. Ни рабы, ни варвары, ни христиане погубили Рим. Это сделали любители цирковых зрелищ, бездельники, которых кормили даром, ради чего истребляли население провинции и природу собственной страны, Италии, где дубравы не восстановились и доселе. Классический образ субпассионария – это обломов. Умный, порядочный, добрый, но субпассионарий, у него нет энергии. Это не его вина, это не его беда, это его свойства. Захар! Захар! Но в той системе социально-экономической он мог выжить и оставаться хорошим человеком. В других системах такие люди гибнут. Используя это понятие пассионарности, он смог открыть закон развития этноса. И ему показалось, что эта идея может стать центральной для объяснения судеб и отдельного человека зачастую. Думаю, что по природе своей он сам был ярко выраженным пассионарием.